Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас из города Петербурга, с Черной речки. Здесь, в этом парке, сейчас Мемориал. Здесь была дуэль Пушкина и Дентеса. Здесь Пушкин, великий русский писатель, поэт, он получил смертельную рану свою. Ну, сейчас здесь парк. Раньше это было далеко за городом. Сейчас это в самом Петербурге. Здесь станция метро Черная речка, здесь станция метро Пионерская. Так что, если бы сегодня, я говорю, Пушкин и Дентес ехали бы на дуэль сюда, то они бы ехали на метро, конечно. Вот. Так что, время идет, проходят поколения, столетия за столетием. Вот. Многое что меняется, конечно, но неизменным остается то, что мы называем вечной истиной. Действительно, Божья любовь. И как в то время бушевали страсти. Пушкин, знаете ли, проливал кровь людей, и его кровь была пролита. Он был дуэлянтом и авантюристом. И, знаете, хотя и гениальным писателем, и поэтом. Но, знаете, вот страсти эти бушуют в человеке. Но есть спасение, вечное спасение для всех. И в те времена, и сегодня, и сейчас, в наши дни. То же самое. Поэтому, несмотря на то, что многое что изменилось и поменялось, мы сейчас ездим в дуэль, а они на этих каретах, сюда, на это место, в этот парк. И сегодня сюда едут погулять, а не стреляться люди. Слава Богу. Не дуэли проводить, не кормопролитие, а мирно. Приходят прогуляться сюда, с собачками прогуливаются, с детьми прогуливаются, влюбленные прогуливаются, молятся. Я, в частности, прихожу сюда, в этот парк, молиться. Мне очень нравится здесь молиться. Хотя днем бывает здесь немного суетно. Но утром, вечером интересно. И благословляю всех вас. Темой моих молитв эти дни являются Иерусалим, Израиль и, конечно же, реформация православной церкви. И вообще реформация всего в христианство. Потому что я не отделяю православие от всего христианства, от всей церкви. И молюсь о всех ветвях, будем так говорить, христианства, такого многоветвистого, огромного древа церкви Божьей. Слава Богу. Так что и к этому призываю всех вас, дамы и господа. И призываю по утрам подключаться. Эту неделю я имею возможность проводить утренние молитвы с 6 утра. С 6 до 7 утра утренние молитвы в прямом эфире на этом канале Ютуба. Поэтому подключайтесь, друзья. Если вы смотрите это в других социальных сетях, это видео, то мой канал на Ютубе найти очень легко. В поисковой системе, в поисковике просто напишите архиепископ Сергей Журавлев. Ну, ваш покорный слуга. И попадаете как раз на мой канал. Не забудьте подписаться обязательно, да, и не забудьте порекомендовать вашим друзьям. Вот. Православным, католикам, протестантам, разным верующим. Хотя на мой канал подписаны и мусульмане многие, и иудеи, атеисты. То есть люди очень разные. Вот. Потому что большинство тем, которые я поднимаю, они так или иначе, в частности, истории христианства, они тем интересны, ну, считаю, всем так или иначе. Разным будет. Пусть Бог благословит вас всех из города Петербурга, с Черной речки, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архипоскопия. Мир всем вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот такая северная осень. Пушкин говорил, что очей очарование. Да, он любил осень. Прекрасная пора. Прекрасная пора. Продолжение следует...